Добрый вечер. Это подробности недели, у которой были все шансы стать, ну, очень спокойной. Все-таки депутаты решили не собираться в Верховной Раде аж до февраля, да и в Европе на этой неделе. Форум в Давосе, сессия по СЭФ в Страсбурге, на которых традиционно очень много представителей от нашей страны. Вот казалось бы, в украинской политике должно было наступить затишье, но нет. Четверо народных избранников решили изменить одну из статей Уголовного кодекса о незаконном обогащении. Зарегистрировали соответствующий законопроект. Примечательно, это всего несколько строк, которые буквально взорвали информационное пространство. Политики и активисты сразу же заговорили об очередной атаке на новые антикоррупционные органы. А еще очередная клиентка НАБУ, которую подозревают в незаконном обогащении, заявила, что найденные у нее при обыске золотые слитки, это просто подарки, которые есть у любого гражданина Украины. К тому же стартовала очередная кампания по заполнению деклараций чиновниками. В общем, все компоненты для суперскандала нашлись быстро. А вот чем все это теперь закончится? И действительно ли отменят такую опасную для топ-чиновников ответственность за незаконное обогащение? Разбиралась с теми моя коллега Елена Зорина. По документам гол как сокол. У меня есть декларация, на декларации все записано. А по факту ворочают миллионами. Пояснить податковые походжения коштев, або сплатить податки 18% за то, чтобы спать спокойно. Истинные богатства всплывают только при обысках. Роскошная недвижимость, дорогие машины, горы налички, бриллианты и золотые слитки. Вылучено 4 слитки. Один вагою 5 грамм, два вагою 10 грамм и один вагою 50 грамм. Одна из самых громких историй этой недели – дело золотой ревизорши. Так прозвали главу государственной аудиторской службы. Лидию Гаврилову подозревают в незаконном обогащении. Мои статки, оно відповідає действностям. В квартире у чиновницы нашли более 100 тысяч долларов и 8,5 тысяч евро наличными. Следователи подозревают Гаврилову в незаконном обогащении почти на 10 миллионов гривен. И лжи в декларации. С назначением на должность дела у главного ревизора страны пошли вверх. Она купила два парка места в Киеве. Новый внедорожник, дорогую мебель и технику. А еще квартиру. Впрочем, о квадратных метрах она сообщила. Ці хороми, 120 квадратных метрів квартира, звичайна квартира як у кожного людини. Я ж не повинна десь жити на смітнику. Об остальному молчала. Мол, все добро мужа, с которым не так давно в разводе. Однако живут якобы вместе. Да и на отдых тоже ездят за компанию. Деньги под батрасом друзей. А золотые слитки – подарок. Давайте не будем сейчас тут политическое *** разводить. А это еще один внезапно разбогатевший нардеп Евгений Дейдей. До избрания в Верховную Раду у него была старенькая машина и никаких доходов. Еще одна у жены. У нее же две квартиры в Одессе. С мандатом супруга Дейдей сначала одну машину обновила. Позже стала счастливой обладательницей двух дорогих немецких кроссоверов. Якобы взяла их в кредит. Также умудрилась подарить маме квартиру в столице. Сам избранник засветил договор на жилье в новострое. Еще у семьи оказался немалый запас налички. Но вот нестыковка дохода у Дейдей по декларации скромная. Если, допустим, в одном помещении сидит супруга, муж и, допустим, какой-то там знакомый, и передаются деньги жене через меня, допустим, как вы считаете, это преступление? Дорогой немецкий внедорожник, оформленный на бабушку, по сути, загубил карьеру следователя генпрокуратуры Дмитрия Суса. Того самого, который фигурировал в прокурорских войнах с захватом и пытками детектива в НАБУ. О жизни Суса на широкую ногу позже расскажут сами антикоррупционные следователи. Остроумие и изобретательность украинских чиновников и депутатов остается только позавидовать. Переписать дачу на жену, дом на папу, квартиру на брата, машину на зятя, а бизнес на дочь. Оставшиеся активы перекинуть на друзей или вовсе спрятать за границей. Это довольно распространенная схема, как скрыть свои реальные доходы. Только если сейчас по поводу этого имущества у проверяющих у Теретка, но возникают вопросы, то совсем скоро по декларации бедной, как церковная мышь избранник или госслужащий, может стать и вовсе никому неинтересным. Законопроект о снятии ответственности за незаконное обогащение уже зарегистрирован в парламенте. Один из его инициаторов, фронтовик Александр Кирш, говорит, решился на такое, ибо декларация позволяет. Представляет, так сказать, условно говоря, фракцию бомжей. То есть у меня явно не депутатская декларация. Все имущество, трехкомнатная квартира, машина, нет там каких-то особых драгоценностей, ну вот золотое колечко, вот даже зубов еще нет золотых. Депутат утверждает, это проект не об интеллигенции коррупционерам, а справедливости. Он просто возлагает на прокуратуру естественное требование доказать вину. В мире действует презумпция невиновности, безусловно. Чиновник должен написать, где взял деньги. Государство это проверяет, доказывает, что он где-то обманул или где-то ошибся. И на этом основании его обвиняют. Юристы говорят, это фиаско. Международная практика, иная невиновность в коррупции доказывает именно чиновник. Сама идея декларования, она просто нивелюется. То есть, выходит, что это база данных, которую просто может бухтой зайти и проверить, сколько в чиновника майна. Потому что, если он незаконно сбогатився, то просто для него не будет никаких санкций. Плюс, если будет принять этот законопроект, то, соответственно, закрывают все криминальные справы против тех чиновников, которые сейчас уже перебывают под следствием. Тем временем в Украине в разгаре новая волна декларирования. К тысячам чиновников в этом году добавятся и борцы с коррупцией. Это снова десятки тысяч новых людей. Не просто всем членам организации подать декларацию, а всем нашим контрагентам, физическим особам. Прибиральницей наша смущена будет подавать декларацию. И это как раз покликано на то, чтобы просто зневелювать, да, отволикти увагу от декларации высокопосадовцев. А если отменить ответственность за незаконное обогащение, тогда депутатам все карты в руки. Но пока и объяснять не надо работа проверяющих, и без того идет вяло. А недавнее разъяснение нацагентства по противодействию коррупции вовсе может все затормозить. Фактически оно заявляет, что любые другие органы не могут вести такие расследования по незаконному обогащению и недостоверной информации в декларациях. Это ставит под удар вообще всю систему электронных деклараций в Украине. К концу недели инициаторы снятия ответственности за незаконное обогащение чиновников один за другим начали отзывать подписи под законопроектом. Но даже если останется кто-то один, документ могут рассмотреть и принять. Пока на сайте парламента он все же в очереди на обсуждение в комитете. А дальше, как договорятся. Елена Зурина, Марьяна Бурякова, Иван Ермаков. Подробности недели телеканал Интер.